Спасибо большое за очень интересные доклады. Мне хотелось бы перед своим клиническим случаем задать вопрос в аудиторию, если получится. Имеется ли идеальный пациент для терапии ингибиторами PD-1? Существует ли такой пациент? Вот каково мнение аудитории? Существует ли идеальный пациент для терапии ингибиторами PD-1? Или мы можем брать, например, любых пациентов, прогрессирующих на оплате, на содержащей первой линии терапии, например, для рецидивирующего или метастатического рака головы и шеи. У меня, к сожалению, не видно, получается ли интерактивное голосование. Я буду, с вашего позволения, считать, что не получается. Сейчас, секундочку, у нас идет голосование, мы вам скажем результаты голосования. Хорошо, спасибо большое. А вы не видите картинки с голосованием? Нет, нет, к сожалению. Она, может, сейчас к вам придет, сейчас, потому что мы ее в уголочке видим, может быть, вы увидите ее еще. Ну, знаете, интересно, голосование аудитории разделилось половину на половину, поэтому тут уже как на ваше усмотрение. На мое усмотрение все-таки мне бы хотелось верить, что, безусловно, идеальный пациент существует. Это, конечно, ограничивает, возможно, возможности использования антипедиадин-терапии, но, тем не менее, позволяет использовать столь дорогостоящий препарат, от коим на сегодняшний момент являются ингибиторы антипедиадин-антипедиа или один, именно для пациентов, которым они дадут максимально возможный эффект. Все мы знаем, что эффективность химиолучевой терапии опухоли головы и шеи, безусловно, зависит от ассоциации опухоли с вирусом папиллома человека, и, безусловно, вирус ассоциированные опухоли показывают большую общую выживаемость на химиолучевом лечении, в отличие от HPV-негативных опухолей. Еще одним важным, на мой взгляд, моментом, определяющим влияние реакцию опухоли на проводимое, в том числе, и химиолучевое лечение, безусловно, является инфильтрация опухоли CD8 с токсическими лимфоцитами, которая также при значительном показателе этой инфильтрации, ну, в данном исследовании, например, больше 30%, также эти пациенты показывают большую общую выживаемость, в отличие от тех пациентов, опухоль которых является так называемым холодным типом и инфильтрирована CD8 с токсическими лимфоцитами в меньшей степени. Ну и, безусловно, экспрессия PD-L1 на опухолевых и иммунных клетках, как уже говорилось в рамках нашей сегодняшней конференции, является тем предиктором ответа на пембролизумаб, в частности, который позволяет нам выбрать пациентов с более высоким PD-L1 статусом для потенциального получения лучшего ответа на данную терапию. И исследование Keynote 0,40, например, достоверно показывает, что общая выживаемость зависит от уровня экспрессии PD-L1. Те пациенты, у которых уровень экспрессии был больше 50% и TPS, соответственно, больше 50%, показывали значительно большую, достоверно большую общую выживаемость, в отличие от тех пациентов, у которых уровень PD-L1 был ниже. И, опять же, по результатам данного исследования можно попытаться выявить те характеристики идеального пациента, которому можно назначить пембролизумаб. Это мужчины в возрасте от 65 до 75 лет, европеоидной расы с ЭКОГО-1, что странно, в отличие от ЭКОГО-0, курильщики, у которых HPV негативный статус при иммуногистохимическом исследовании белка P16. Это пациенты, которые получили не более одной линии предыдущей химиотерапии, не получавшие в рамках предыдущего лечения цитоксимаб. И те пациенты, у которых комбинированный показатель наличия PD-L1 экспрессии больше или равен единице, а инфильтрация, прошу прощения, экспрессия PD-L1 на опухолевых клетках больше 50. Таким образом, это, еще раз повторюсь, мужчина, европеец ЭКОГО-1, курильщик, HPV негативный, не получавший в рамках первой линии цитоксимаб. И основываясь на этом, мне бы хотелось представить наш клинический случай, который, я считаю, показательным в рамках именно рассматриваемого вопроса. У нас под наблюдением находится пациент, мужчина, 67 лет, белой расы, не испанской, не латинской народности, который является в настоящий момент активным потребителем табака. Курит он с 18 лет. Средняя доза курения 10-20 сигарет в день. Без выраженной сопутствующей патологии, обладающей ЭКОГО-1 за счет распространенности общего заболевания. В 2015 году данному пациенту был диагностирован плоскоклеточный рак левой нёбной бендалины. Процесс расстоян как Т2Н2БМ0. Пациент обсужден на мультидисциплинарной комиссии нашего учреждения. Пациенту в рамках индукционной терапии проведено 3 цикла химиотерапии в режиме ПФ с учетом ожидаемых побочных эффектов, после чего был проведен курс дистанционной лучевой терапии, суммарные очаговые дозы на очаг 66 Грей и дозы на пути регионарного метастазирования 50 Грей. К сожалению, через 6 месяцев, то есть через полгода после проведенного лечения и полученного полного ответа, у пациента по данным магниторезонансной томографии, выявлено прогрессирование процесса в области первичного опухолевого очага и в лимфатических узлах шеи слева. Пациенту в рамках первой линии лечения проведено 6 циклов химиотерапии уже в режиме ТПФ. Пациент их достаточно адекватно перенес, несмотря на то, что был уже на год старше, чем при первичном лечении. Но, к сожалению, через 2 месяца после завершения 6 циклов химиотерапии, ответ на который был только частичный ответ, мы снова по данным МРТ увидели прогрессирование процесса в лимфатических узлах шеи. Пациент был обследован, у него был выявлен низкий уровень экспрессии белка P16 по результатам иммуногистохимического исследования, однако его опухоль была достаточно высоко инфильтрирована CD8 опухолеинфильтирующими лейкоцитами, и его опухоль обладала высоким уровнем экспрессии PDL1. Таким образом, перед нами встал вопрос, что же выбрать для второй линии терапии данного пациента, имеющего рецидивирующий плоскоклеточный рак головы и шеи, который запрогрессировал через 3 месяца после окончания первой линии терапии в режиме трехкомпонентной схемы децитоксил, цисплатин и 5-торурацил. Это химиотерапия второй линии, это таргетная терапия, это иммунотерапия или сочетание таргетной терапии с химиотерапией. У меня появилось окошко для голосования, поэтому я его вижу. Спасибо большое. Да, вот буквально сейчас время надо потратить. Некоторое идет запоздание презентации, поэтому немного подождите. Сейчас все участники проголосуют. Я думаю, после вашего такого, знаете, такого блистательного представления, состояния проблемы, возможности, опции, они очень убедительны. Да, спасибо большое за ваши ответы. Действительно, для данного пациента, на мой взгляд, идеальным вариантом является в рамках второй линии иммунотерапия, если мы имеем подобную возможность для ее проведения. Мы, слава богу, такую возможность имели, основываясь на том, что в августе 2016 года FDA зарегистрировала пембролизумаб для метастатического или рецидивирующего рака опухоли головой и шеи, мы назначили пациенту с декабря 2017 года пембролизумаб в стандартном режиме. Уже после четвертого цикла терапии, то есть через 12 недель после начала лечения, был зарегистрирован частичный ответ опухолевых очагов по данным спирально-компьютерной томографии. Мы это увидели как в отношении первичного опухолевого очага левой нёбной миндалины, так и в отношении путей регионарного лимфооттока. Поэтому общий ответ был расценен как частичный ответ с полным ответом в области нёбной миндалины. Таким образом, наш пациент получил в рамках второй линии ингибиторы контрольных точек иммунного ответа именно антипедиадинтерапию, получил невыраженную токсичность в виде гипотириоза первой степени, что, естественно, не заставило нас отменить применение препарата у данного пациента. Максимально достигнутый эффект мы получили после четвёртого цикла лечения. На сегодняшний момент общая выживаемость составляет 13 месяцев под момент регистрации прогрессирования на фоне терапии первой линии с препаратами платины. Поэтому, конечно, в условиях жёсткой финансовой ограниченной ситуации я считаю, что крайне целесообразно выбирать тех идеальных пациентов, которым показано и эффективно проведение иммунотерапии антипедиадин-ингибиторами, в будущем, может быть, антипедиадин-ингибиторами. Я очень рада, что у нас подобные возможности есть, у нас и у наших коллег. Поэтому я надеюсь на то, что всё-таки прогресс лечения данной сложной когорты пациентов у нас будет с использованием современных лекарственных средств. Спасибо большое за внимание, спасибо огромное за возможность поучаствовать в столь интересном вебинаре. Спасибо большое, Светлана Игоревна. Блестящее, как всегда, блестящее представление, состояние проблемы, клинические случаи достаточно интересен. Какие вопросы вы могли бы сформулировать к аудитории, к нам, может быть, мы смогли бы вместе обсудить с вашей точки зрения? Ну, вопрос в данной ситуации ровно один. Если мы говорим об идеальной ситуации, то действительно, сколько по времени нам продолжать эффективную терапию антипиторами контрольных точек? Это два года, как рекомендовано в исследовании, на основании которого мы позволили себе назначить данный препарат? Или всё-таки целесообразно продолжать введение данных препаратов больше, чем два года, если мы видим выраженный эффект у нашего пациента? Вопрос, пожалуй, один. Светлана Игоревна, более того, этот вопрос разделяют многие из тех, кто действительно лечит данную категорию пациентов. И мы, на самом деле, в данной ситуации, соответственно, точно отметили в существующей ситуации, имеем доказательную базу рандомизированных клинических исследований, где для нас уже определились своего рода такие вот отправные точки. Действительно, вот эти два года, это то, что сейчас мы имеем, а в лучший оптимальный случай, это до непереносимой токсичности, до прогрессирования. Но опять-таки, мы основываемся для нас, это вот те рандомизированные исследования, которые в настоящий момент есть. Поэтому, вот, я думаю, что вот таким образом. Все, конечно же, зависит от эффекта, от длительности. А в зависимости, даже если пациенты, как вы правильно вот и сегодня обсуждали, это ложное прогрессирование. Если мы не видим новых, принципиально новых очагов, то вот если видим ответ на фоне иммунотерапии, целесообразно данный вид лечения продолжать. Продолжать.